Всем привет! Вы слушаете подкаст «Дикие утки». Да, друзья, мы живы, этот подкаст еще существует, он не загнулся совсем, иногда периодически сюда приходят люди, чтобы рассказать свои дикие истории в студии Дарья. Это для тех, кто забыл. И для тех, кто забыл, я говорю, что вы можете подписаться на наши группы в социальных сетях. Есть сообщество у нас в ВКонтакте, есть страница в Инстаграм, есть чат и канал в Телеграм. Вы можете на самом деле туда писать, иногда спрашивать, а где же «Дикие утки», а что, а почему их нет. Мы вам все расскажем, что, как, куда и почему. Дальше что у нас. Друзья, до Нового года осталось две недели, и если нужна классная идея для подарка, посмотрите устройство для умного дома от Рубитек. Это лампочки освещения, розетки, сетевые фильтры и другие устройства, которые управляются голосом. Например, можно подключить гирлянду к умной розетке и зажечь ее, просто сказав в свой смартфон «Елочка, гори!». Заходите на сайт rubitech.com и выбирайте полезные подарки. Кстати, до конца декабря идет новогодняя распродажа, так что не пропустите. Ссылки, как обычно, в описании подкаста. Ну что, официальная информация на этом закончена. А, нет, еще немножко официальной информации. У нас официально в студии Алексей Милиненков. Привет! Блин, ты прям все сказала. Да, прям все сказала. На самом деле, я даже больше скажу. Вы можете или уже могли слышать Алексея в подкасте «Работник месяца». Он там нам как раз рассказывал, как основал свое самомагентство, как оно работает. Кстати, как сейчас дела? Ну, еще лучше. Все супер. Мы прирастаем примерно в 4 раза в год. Ну, на 400% в год, короче, рост компании. Ничего не понятно, ну, ладно. Короче, все круто. Да, это клево. Окей. Так, ты сегодня принес дикие истории. Ты собирал их везде. Ну, я собирал с помощью друзей. Искал альманах. Да, и кому я рассказываю из друзей, всем смешно. Ну, не факт, что будет смешно вам. Если вы не друзья Алексея, вам не будет смешно. Переключайтесь на следующий канал. Ну, что ты так сразу? Мы только включились, а ты уже всех гонишь. Не, ну, я лишних сразу. Только фанаты остаются. Окей. Ладно, а у тебя там сегодня прям альманах истории. На самом деле, давайте так, если вы услышите всего лишь три, это значит, что... Если вы услышите слово «альманах», спросите, что это, да? Если вы услышите всего лишь три, то это значит, что я некоторые подрезала. И от альманаха осталось только вот это вот. О чём вообще будут истории? Они самые разные, разнообразные или как? Да, я могу называть название истории, а ты будешь говорить «стоп» или... Тут даже есть название. Ну, я сейчас придумаю. Есть история «Крым и колбаса». Интересно. Ну, в Крым это ещё, когда он ещё не был наш. Да. Я всё-таки попрошу тебя говорить в микрофон, потому что люди сейчас такие «что?» Есть история про фестивали. А, фестивали, я думала. Другое слово. Будет закончиться иначе. Есть новогодние истории, есть истории из-за границы, есть про рыбалку, есть ту-ту-ру-ту-ту. А, ну и пьяные истории всякие. Слушай, ну тебе какие больше нравятся? Давай просто можешь говорить все подряд, мы потом посмотрим, что из этого останется, так скажем. Давай, молнии. Я могу с первой начать, это... Отличный выбор. Классная история. Уже можно. Уже пора. Мы ехали к друзьям в Крым на Новый год. Это было много лет назад, я так понимаю. Да, это когда ещё не было моста. Ага. А мост ему сколько, год, два? Я не знаю, года два, наверное, уже есть. Мне кажется, меньше. Ну, ну да ладно. Судя по сторис в Инстаграме... Судя по сторис в Инстаграме, он был всегда. Да, да. Вот, и, ну, как всегда, все собирались в последний момент, и мы не рассчитали время, вернее, рассчитали, но впритык. Но не так. Да, да, не так, как надо. Мы приехали туда, там огромная пробка, ну а что делать, вариантов нет, и мы встали в пробку, вот. Ну, да. А там это где? Там это... А я не знаю, как там посёлок называется, который порт. Ну, это ещё на... Это на нашей стороне, да, 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 да. И там ещё погодные условия были не те, и всё было хреново, короче. Вот, и мы простояли на... До парома 38 часов. Да, и слава богу, что мы взяли с собой... Выпить. Ну, выпить, блин, я за рулём был. Ой, да я тебе говорю, это не проблема вообще. Да, они взяли выпить с собой, да. Эти люди под названием «Друзья». Эти люди под названием «Друзья», интересно. Да, в общем, мы ехали двумя машинами, и у нас из еды было с собой ящик мандарин и ящик колбасы. Ну, всё, что нужно, в принципе, в Крыму-то, а чё? Вот, и получается, что по уходу того, как... Ну, я так расскажу, как это вообще происходило. То есть мы приехали туда к вечеру и стали в пробку, простояли, днём ещё нормально. Все там веселились, всё, мы едем в Новый год. А-а-а, подумаешь, пробка. Да-да-да, всё классно, мы же друзья, мы тут... Где мы только не пропадали. Возвращение! Потом люди по очереди начали спать, там, и типа я устал. Я думала, срываться по очереди. Не, ну, у нас как бы... Нам ещё Новый год вместе праздновать, там, срываться. Вот, и мы начали... В одной машине была колбаса, в другом мандарины. И они вот так перебегали из одной машины в другую, делились там, мы на ходу пока там переезжали, передавали это всё, ну, и ели. А на улице было холодно, то есть все из машины не вылазили. И движение было такое, что вот когда ночь наступила, ты просто такой защемил, ну, уснул, и... Слышишь, сзади тебе сигналят, и ты такой подрываешься, и... О, надо проехать. Проезжаешь 100 метров, и опять становишься на час. Офигеть, офигеть, а это вообще законно, простите? Ну, там, наверное, ну, там и жалобы писали, там, мы общались, там, с кем-то в пробке стояли. 38 часов? Да, да. А как люди, а если еды с собой нет? Ну, я не знаю, как они стояли. Типа, сдохните просто тут. Ну, получается так. Слушай, ну вы могли и навариться на этом нехило, ходить продавать колбасу. А нам самим еле хватило. У нас было две машины, там, человек восемь. И восемь любителей поесть. Да, 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 да. Ну, там было пиво, там, ну, немного, но... Слушай, не знаю, я бы, наверное, до пива... А, а, все, понятно. Ну, и фишка в том, что ты, если из пробки уехал, то ты уже хрен вернешься. То есть иди в конец очереди. Да, да, да. Ну, потому что Новый год, люди все опаздывают, и фиг те, кто пустят. То есть и были те, там, умные, которые хотели... Ну, по обочине все вот эти вот наши любимые друзья. Ну, там прям до драк доходило, там машины переворачивали, ну, то есть такое. Слушай, ну, реально башню-то сносит, ты стоишь больше суток. Да, да, да. Там. Это же пипец. Да. А бензин? Ну, вот, я не знаю, как, чем... Как у других было. Ну, у нас, слава богу, все прошло в этом нормально. Еда была, бензин был. Ну, мы глушили машину, когда стояли. Ну, я думаю, все так же делали. Жесть. Что-то хотела спросить и забыла. А, так в итоге Новый год вы отметили в пробке? Нет, мы доехали буквально там за несколько часов до боя курантов. И, наверное, из этой истории все. Окей, все, так все. Но, слушай, ну, я прям что-то нервничаю. Знаешь, я только представляю, как это происходит. А у меня уже бомба лейла там начинается. Нет, ну, там у всех бомба лейлы было. Салют такой был. Там полыхало так, что зарево стояло. То ли дело теперь есть мост. Ну, да. Но я еще не ездил ни разу. Я тоже не ездила. Ну, судя по инстаграму. Люди такие, ой, у вас же там типа мост построили. Со всей же страны ехали на этот мост, чтобы первыми проехать. На Черное море тоже со всей страны ехали. И как бы, и мы тут, краснодарцы. Ну, да, мост, класс, зашибись. А ты сколько на море была раз? Один. Ну, вот за лето я была один. Ну, и я примерно один раз. И это было, знаешь, типа, приехала вечером и уехала утром. Та-дам! И то, вот какое-то время я просто не выходила из номера. Потому что... О, кроватка! О, кондиционер! Да, кондиционер! Блин, Кайф! Я никуда не пойду. Ну, вот как-то так. Это да. А что там дальше? У меня есть... В продолжении истории я вспомнил, как мы уже с друзьями там играли в игру в крокодила. Окей. Да. Ну, это уже был пьяно Новый год. И... О, я вспомнил еще историю. Сейчас запишу. О, господи! Вот я обожаю вот эти моменты, когда человек такой... О, я рассказываю... Ну, что-то рассказывает историю. О, точно, точно! Еще раз есть вот это. Все, про алкоголь пошло, и оно сейчас это сразу у меня... Может, надо было принести сюда, что-нибудь тяпкаться. Ну, я тоже думал об этом. Нейронные связи восстановились, они все вспомнили, как было. Вот. И... Ну, играли всем, загадывали по очереди. И была девочка, которая, ну, всех немножко подбешивала. А почему я такая девочка? Ну, вот знаешь, что с тобой может быть. Я всем нравлюсь. Все говорят, что я лопуся. Когда ее уводили загадывать ей следующее слово... Ее били! Нет, всем подговорили, какое слово у нее будет, и сказали, чтобы никто его не отгадывал. То есть все говорили другие слова, но не это? Да, да, да. То есть, ну, для понимания были слова до этого, там... Шестоко! Да, 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 там дивергенция, там интервенция, там и такие... Нация! Да, ну да, такие сложные слова, там, отродом подобный человеком-мутант и... Сейчас какой-то фиг не сказал, у меня просто было в голове. Ну, а прикинь, это еще надо показать. Сложно показывать то, что ты не знаешь. Да. А ей загадали корабль. Ну, прикинь, какой контраст. Она такая, да, типа, давайте посложнее. Да не, ну, типа, нормально. Ну, корабль, офигенный. Да, ну, корабль, он же сложный. Ну, реально, там, с лодкой перепутаешь по-любому. Не с первого раза точно. В общем, она рассказывала очень долго это слово, и... Ну, и кто-то из друзей, в общем, жалился и сказал, да корабль, это корабль. Потому что уже все ухахатываются, она не поймет, в чем прикол, потому что она говорит, ну, что, корабль... Какие у нее, какие варианты были вообще? Да, она, ну, максимально уже показала, там, ну, корабль, мать, что там, по морю... Титаник. Да, по морю, моряков уже, там, что-то не показывала. Пиратов и... Цингу. Да, ногу себе отрезала, пока показывала, попугая где-то нашла. Да, ну, и все равно никто это не отгадал. Вы чудовище, я вам так скажу. Так, а есть еще такая история. Недавно вот играли в Подмосковье, там, на обучении был. Ты ездишь на чемпионаты мира по крокодилу. Да, да, по кораблю. По кораблю. Да, и так тоже пошел один парень показывать, и, ну, ему то же самое... Я думаю, ну, что, по старинке корабль. Ну, все уже были в курсе, тоже все ухахатывались. Самое интересное, что он показывал минут, наверное, 5-7, и потом один из людей, кто отгадывал, сказал, типа, это вот что сзади тебя? Сзади него прям макет корабля стоит. И он такой радостный подбегает к этому макету, начинает показывать пальцем, и такие, лодка, парус, мачта. Ну, он прям озверен. А теперь угадайте, какое у Алексея стоп-слово. Ну да, не играйте со мной в крокодил. А, ну вот, раз уже по алкогольной теме, то есть у меня друзья вояки, военные. Раз уж по алкогольной теме, да? Ну да. Ну и позвали они как-то, ну они там учились, у них там несколько инстанций военных, там кадетская, потом высшая военная и прочее. И как-то раз они, ну а учились в Рязань они. Позвали они на Новый год в Рязань, меня и друга. У тебя новогодние истории какие-то сегодня. О, это классно же, Новый год же скоро. Не новогодняя песня вообще. И, ну, в общем, мы на поезде приехали, нас встретили, и все началось с того, что нам говорят, слушайте, вы так классно приехали, пойдемте на балкон, мы вам покажем кое-что. Но там заходим на балкон, там ноге некуда ступить, там везде все в бутылках. И, ну, я первый раз видел такую батарею бухла, и я думаю, это кому, а на сколько будет? Это на Новый год. Да, они такие, ну, человек 12. Я такой, ну, окей. А там что за алкоголь был? Наверное, что-то крепкое. Ну, там снизу первый этаж был из пива, второй этаж был покрепче, ну, и там еще был друг, который работал барменом, который, да, ну, это прям убийство было. Зачем люди столько берут алкоголя? Нахрена? Я не понимаю. Ну, как его ответишь, так и проведешь. Что, в усосе? Тогда у меня, блин, каждый год такой, что? Ну, получается так. Ну, это же все истории смешные, они когда пьяны, и всем хочется веселья. Веселья хочется. Да. А пьяным быть... Быть в усосе не хочется. И на следующий день быть в своем теле тоже не хочется. Ну, да. Хочется просто исчезнуть. Да. В общем, по... Это первый раз, это вот... Ну, мы приехали заранее, там, в этот раз мы все хорошо успели. Ну, первый день мы там посидели, пообщались, там, когда ехали, попили и разошлись, там, спать. И первый раз это в жизни меня будили, там, Леха, Леха, я, а, на, доброе утро. И пиво мне сразу. Так, ну, у меня... На завтрак пиво почему бы и нет. Да, я обычно очень болею после перепоя. Вот, а в тот момент я понял, что, о, оказывается, надо через силу первую бутылочку выпить, а потом... А потом нормально. Да, потом, типа, нормально становится. Да, это же вообще жизнь. Вот. Там была еще история, что... Я что-то подустал и пошел в другую комнату спать. Когда проснулся, я увидел, что ко мне пристегнули кастрюлю наручниками к штанам. Зачем? Ну, это же, блин, друзья. А-а-а. Да. Ну, типа, я спал, я просыпаюсь, такой дзинь-дзинь-дзинь, я думаю, что за фигня. Смотрю, а ко мне к штанам пристегнута кастрюля. Так, а представьте, наручники там ключи. Ну, прям настоящие. Ну, я же говорю, военные. Слушай, но я не знаю военных, которые носят наручники. Может, это такие? Слушай, я даже знаю, что... Ну, там Рязань, там что, там ВДВшная есть, там есть часть исполнения наказания, там еще что-то. Ну, там какие-то есть. А, это в СИНовце, они же были, точно. Это же вот... Да. Понятненько. Ну, получается, было. И еще, блин, там столько историй, получается, в одной локации. Еще история была такая, что, ну, там много комнат, все где-то с кем-то общаются. Ну, то есть, пристегнуты наручники, это полная херня по сравнению с этой историей. Все общаются в разных комнатах, и тут кто-то проходит и говорит, а кто это насрал? Классический ситуацион, конфуз. Конфуз, конфуз. И все-таки, в смысле, кто насрал? Ну, а там реально прям на входе, вот, ну, лежит... На входе в квартиру или на входе в туалет? Ну, а там и вход в квартиру, и туалет рядом. И в туалет. Да, да, это рядом. То есть, это на пересечении. И там прям крестиком оно так, знаешь. И все-таки, ну, все... Ну, я и отлично охерел просто, и думаю, подожди, у вас... Как они узнали, что это я? Нет, ну, типа, у вас что, собака есть? Ну, то есть, за там два дня, три дня я не видел собаки никакой. А что, кто-то там, собака, еще что-то? Нет. И все просто угорают. Так, ну, это, конечно, все смешно, а как с этим быть? Ну, да, так, ну, вот, пока все начинали понимать, что это, ну, настоящее, что это не животное, и, ну, кто вообще здесь? Ну, кто-то был, там, по-моему, раздельный был туалет и душ, кто-то был в душе. Мы такие, все понятно, по-любому это он. Вот, начинаем биться, ну, типа, выходи, давай, мы тебя поймали. Выходит он, и сам чуть не наступает в это, мы такие понимаем, что это не он, потому что он бы запомнил. Начинаем расспрашивать, это ты? Он такой, что ты? Ну, вот, такая история была, немая сценка, как, а кто это сделал? Понятно. И вот такой, о, нет, не я, но там просто все уже на полу лежат, и все ржут, кроме хозяина квартиры. Я бы после этого не ложилась на пол вообще ни разу. Ну, там, кто куда. В общем, были догадки, были, ну, так никто не узнал, кто это сделал. Боже мой, господи. Но с детектива никто не играл. Сам факт, а, нет, это же на тот момент не узнал, кто это сделал, потом-то узнали. ДНК-тест? Нет, потом просто, ну, в результате общения, там, когда уже все это прошло, ну, то есть, там, толпа пацанов, человек 10. То есть, все уходят, и, кстати, это я там. Ну, да, да, да. Ну, стрёмно признать, там, 10 пацанов, и ты такой говоришь, ну, это я сделал. Ну, там бы, ну, тем более, это вояки, они бы заржали. Ну, да, вот я тоже не вижу проблемы. Вот. Ну, нет, они же потом бы ещё и кличка какая-нибудь прицепилась, и ещё что-нибудь. Ну, да. Ну, вот. Ну, а ты знал, на что ты шёл, когда? Нет, там, вот, там, дальше, там, когда история, вот, ну, на тот момент, всё, Новый год разъехались, и всё-таки, кто это сделал, кто это сделал? Ну, потом они уже выяснили, то есть, один из тех, кто там жил, он, ну, там, чистосердечное, там, признание было, он рассказал, что, как вообще это произошло, ты говоришь, ну, это я. Ну, типа, а как так, ты в своей квартире? Вот, он говорит, ну, я просто бежал в туалет, мне что-то приспичило, а там было занято. У меня, ты говоришь, бынь, штанинку. И я около, вытрусил и ушёл. Что? Что? Люди-то вы чего? Ну, это, на самом деле, вот, расскажешь, не поверишь, наверное. Слушай, да нет, это не первая история под заголовком «Кто же насрал?» Среди девчонских компаний тоже такое было. Кто-то в шкаф насрал, я уже не помню, кто рассказывал, и они выясняли, кто же в шкафу на кофточку-то нагадил. То есть, это не только вояки, там, это уже один враг минимум. Это капец, я просто в шоке с таких историй, всегда думаю, как так вышло-то, а? Не, ну, наверное, у всех бывают истории, когда там, как прижмёт, и потом, и в жар, и в холод, и непонятно, что делать. Ну, тут просто, ну, мало у кого доходит до завершения логического. Ну, у кого-то же бывает... Как мне это стереть из своей памяти? Я не знаю. А ты всё представляешь, да? Конечно, конечно, я всё визуализирую в голове. Особенно момент, когда вытру силу. Ну, мне кажется, это как-то очень конично. Ну, это как-то по-бомжатски так, да? Как-то глупо. Ну, беспалевно же. Я не могу поверить, что мы это до сих пор обсуждаем. Что там ещё по списку? Господи, может, тебе нужно... Тебя дозировать? Вот мы сейчас запишем первую партию истории, потом ты придёшь, мы вторую запишем. Не, можно. Ну, тут такое. А там будет это, рейтинг? Тебе будут там поклонницы писать там... Позови его ещё. Мы хотим... А, ты только ради этого хочешь детей кому-то сделать? Да, как я пойму, что это не бред, а классно. Пишите. А, в соцсетях же можно писать. В соцсетях... Вот так вот, видите, я хороший ведущий. Чёткая дикция, замечательно всё. Чётко формулирую свои мысли. Всем, кому понравилось, пишите в соцсетях слово «шляпа», и мы поймём. Ты что, шляпа сказала? Шляпа-пап-пап-пап-пап-пап. Я никогда не думала об этом, но похоже, да. Да. Вот. И будет ещё. Ну, есть история, ну, не такая трешовая, но смешная. У меня был... Есть машина, в машине есть регистратор. Ой, смотрите, хвастается у него машина есть. Даже две у меня машины есть. Даже две машины. И в обоих регистратор. Понятно. В одной регистраторе. Фууууу, отстой. Лошара. Тоже мне ещё. И на одной как-то в меня прилетела другая машина. Ну, ДТП, короче, было. В общем, еду-еду, я никого не трогаю. Тут херрак, как вылетит от меня. И я там успел только навстречку выскочить, и, ну, чтобы избежать лобового удара. Вот. И... Что-то это как-то так себе. Не, ну, на тот момент... Было весело, да? Ну, не, я понимал, что, блин, страхова, ремонт, наверное, больше такое. А потому что сам там, в принципе, сидел все нормально. Жив цел орел. Ну, слава богу. Да, и потом я, ну, там что-то спорный момент начался, там, кто виноват? Я говорю, кто виноват? Я еду по главной, ты выскакиваешь со дворов. Ну, все понятно, кто прав, кто виноват. Нет, ты на встречке стоишь. Ну, я типа, а я же от удара уходил. Ну, и... Пришлось там запись видеорегистратора там искать. И я захожу, и там вот, ну, по времени эти записи, там нету этой записи. Думаю, да как это? Что за херня? Я начинаю лопатить, и прямо этой записи нет. И потом я что-то, ну, уже расстроен, и ухожу из этой папки, смотрю, есть папка трэш называется. Ну, я не знаю, там, я не силен в английском. Мои там English is bad. О, привет. Лондон из-за Капитоли в the Great Britain. Вот. И... Ну, трэш это там что, мусор там и удары там. Нет, я думала, ты так сам папку назвал трэш. Нет, это сам регистратор. Да, я захожу в эту папку, и нахожу и это видео, и вообще, ну, у меня... Короче, видеорегистратор, как оказалось, от жесткой стряски сбрасывает файл сразу в отдельную папочку, чтобы ты потом его не искал. Ого! Да. Так у тебя понтовый видеорегистратор? Да нет, он вообще не понтовый был, какой-то, не знаю, самый дешманский заказал, чтобы лишь бы было все. За 500 миллионов рублей. Нет, 500 просто этих белорусских. Так и что? Ты нашел в итоге? Да, я это нашел, то есть все классно. И сказал, ну вот, ты тупой. Я увидел, что там еще есть два десятка записей. Я думаю, а это что за хрень? А что это, да? Ну, у меня же там ДТП не было. Я начинаю включать, и это российские дороги. Ну, мы же политики не касаемся, дороги — это не политика, да? Дороги — это не политика. Ну, как сказать? Да, и получается, каждый раз, когда я попадал в жесткую кочку, он сбрасывал... Господи, мы в опасности. А там такие угарные видосы, то есть ты едешь, и такой вот ровная-ровная дорога, потом херак в яму, и такой... И такие крики, и знаешь, там несколько моих. Потом, если со мной кто-то едет, они поддерживали меня тоже, знаешь, в унисоны все такие орали. Да, яма дорога! У меня была прям идея сделать нарезку из этих видосов, Я бы посмотрела. Ну, это классно, но потом что-то это. Видимо, не это. Как ты вообще свое СММ-агентство открыл? Да я не знаю. С такими-то... Да вот что это фигня потом? Не, вот что ты делаешь? Из-за СММ-агентства и некогда делать обычные человеческие... Обычные важные проекты, нарезку смешных моментов в среде регистратора. Слушай, я не успеваю себе там покушать, приготовить. О, привет! Я сегодня забыла поесть. Ну, я тоже. Ну, у меня на такой случай пакетированная овсянка. О! Гадость! Это невкусно! И я такая, типа... Я хочу... А что, Павкат, дошик где-нибудь дежурный здесь? Нет? Ну, дежурная овсянка. Дошику нет. Ну, ты прикинь, ты сюда заходишь, что-то дошиком вот запаренным так прям. Окошко. Ну, а что, к тебе часто заходят? Ну, да, это же подкастовое. А, о! Опять новогоднее. По какому принципу ты такой? Вот это нет, а вот это нет. Не, я уже просто рассказал такие про говно, рассказал про... Там уже матерился, сидел там... Ну, да, ну, все выполнено. Что еще в этом подкасте делать? Что-то рассказать на рыбалке, как мы приехали на рыбалку и... И поймали вот такую рыбу, все? Ну, да. Ну, там была история такая заготовленная, что мы приехали, три друга там давно не виделись, купили какие-то наживки, называются убийца толстолобика. Никогда этого толстолобика... Хочу толстолобика. Вот, никогда его не ловили. И, ну, я в детстве рыбачил там удочкой, там, ореховая у меня удочка была просто. Палка просто? Да, из орешника, да. Вот, и тут там спиннинги еще что-то там какие-то. Я говорю, я вообще не знаю. Меня просто... Соберите это, я закину и... Я не знаю, я пойду видосы с видеорегистратора, пока пособираю. И каково мы... Ну, мы закинули, все, сидим, у нас нихрена не клюет. И, а я смотрю, рядом сидят муж с женой, ну, они там, во-первых, с ночевкой приехали, но они там заплатили за платную ловлю. А у них там три батареи таких там удочек стоят, там на каждой удочке пищалка. То есть там, ну, то есть когда там касается, они начинают пищать. А-а-а, рыба, рыба! Да-да-да, у них свой эхолот такая, черепаха не грузит там, это... И я понимаю, что какие малахи здесь сидим. Ну, а я был за рулем, пацаны там сели, прибухнули коньяка. И, ну, мы настолько ущербно смотрелись на фоне этих про-рыбаков, что когда чувак приехал забирать нас плату, он говорит, ну, к ним сначала подошел, говорит, а это кто? Да это, говорит, это играется тут сидеть. То есть он с нас даже деньги не взял, то есть мы там на несколько часов приехали, он посмотрел, у нас три удочки, бутылка коньяка и... Ну, ничего, они же ничего не поймают. И интеллекта ноль, то есть по интеллекту мы напоминали хлеб. Так вы что-то поймали вообще? Мы уже собирались уезжать и под конец вытащили, ну, по локоть толстолобика. Ну, нормально. Ну, одного, да, на всех. Ну, на всех это такое. Ну, история, видишь, тут не говна. Вот дамы, смотрите, добытчики. Ну, да. Поймают вам, может быть, толстолобика. Не, ну я охренел, что вообще рыбалка уже не та. То есть, видимо, в детстве меня кто-то это жестко обманывал. Почему людям, ну, мужикам нравится рыбалка? Ну, во-первых, подальше от жен. Слушай, да у тебя же нет жены, или есть? Ну, нет. Или была она тут в месте? Не, ну вообще, как, это общество без баб. И, ну, почему женщинам не нравится рыбалка? Потому что мужикам нравится. Ну, это, мужикам нравится все, что женщинам не нравится. Нет, мне не нравится рыбалка, потому что, ну, мне кажется, скучно. Скучно, ну да. Ну, это и есть скучно. Я как-то пробовала порыбачить, я поймала маленькую чихонь. Ну, я такая, типа, сижу, пу-пу-пу. Что делать? Как-то, я не знаю. Чего? А ты не была на рыбалке, где там собирают уазик, покупают с собой рыбу, берут одну проститутку и ящик водки и приезжают? Если бы я была на такой рыбалке, у меня бы возникли к себе вопросы. А это вопрос с подвохом. Так что, как-то, да и не хотелось бы. А чего одну? Ну, я не знаю, я бы просто так бы уже вариантов не было у тебя отвертеться. Что-то мне не нравится, куда этот разговор заходит. Я уже поняла, что играть в крокодила с тобой не буду и на рыбалку тоже не поеду. Спасибо, не надо. Я тебе говорила, что у нас был работник месяца с секс-работницей. Вот я могу ее номерок тебе просто оставить, если что. Не, мне не надо. Ну, да, мне не надо. Я никогда не... Я же в интернете, как рыба в воде. Слишком много рыбы. Рыбных аналогий. А, кстати, да. У нас что? У нас получается вечер Нового года, бухла и рыбы. И говн. Ну, да. Простите. Ну, да, что-нибудь про говно еще вспомнить, чтобы точно закрепить. Чтобы закрепить позиции. Блин. Ну что, на этой милой ноте мы можем завершать наш замечательный подкаст. Сегодня было все. Новый год. Гомно, простите меня. Да. Рыба. Короче, все. И Алексей ни о чем не сожалеет. Наверное, да. Ну, или все-таки сожалеет. Пока непонятно. Я вот смотрю, я не понимаю. Я сожалею, что тебе это все рассказал. Ты вытянула все из меня обманом. Еще не такое тут бывало, знаете ли. Ну что, у нас в гостях был Алексей Милиненков. С вами была Дарья. Всем до следующего подкаста. Всем пока-пока. И комментарии не забывайте. Да все шляпа-шляпа. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok